Здравствуйте дорогие подписчики! Сегодня 30 января. Команда Агробук продолжает обозревать самые интересные новости сельского хозяйства. Экспорт зерна стал в очередь. Цены на пшеницу снижаются в преддверии пошлин. Сахар оказался дешевым не для всех. Подробнее об этом сегодня в нашем выпуске. Остается две недели до того, как в России начнет действовать первая пошлина на экспорт пшеницы в размере 25 евро за тонну. Зернотрейдеры стараются отгрузить как можно больше зерна. И это отражается не только на цифрах статистики. Вот какое видео опубликовал на днях глава аналитического агентства Савэкон Андрей Сизов. Многокилометровую очередь из грузовиков с пшеницей заметили неподалеку от Азовского порта на объездной дороге. Очереди образовались не только на суше, но и в портах. Так, например, агентство Зерно Онлайн сообщает о том, что 72 сухогруза сосредоточились возле портов Ростова-на-Дону и Азова. Напомним график введения пошлин в Назерно. Вы видите на его на экранах. Постановление о повышении пошлин премьер-министр Мишустин уже подписал. В преддверии пошлин цена на пшеницу на внутреннем рынке снизилась, отмечает аналитический центр Аорус Агротранс. Экспортная цена на российскую пшеницу в глубоководных портах, и речь идет о пшенице с протеином 12,5%, снизилась где-то на 2,5 доллара и составляет 290-295 долларов за тонну. Это для контрактов с поставкой в феврале. Цены контрактов с поставкой в марте составляют 300 долларов и больше, сообщает Рус Агротранс. Рублевые цены на пшеницу и в глубоководных, и в мелководных портах снизились на прошлой неделе примерно на 1250 рублей за тонну. Цены спроса на мартовские контракты составляют 16000-16200 рублей, сообщает Рус Агротранс. Уже упомянутый аналитик Андрей Сизов на прошлой неделе выложил интересный график. Это график, который показывает, как менялись в последние годы цена на пшеницу в рублях и цена на пшеницу в долларах. Оранжевая линия доллара и зеленая рубли. Как видите, с 2018 года цена на российскую пшеницу в долларах колебалась в пределах 150-200 долларов за тонну. А вот в рублях цена выросла с 8 до 16 тысяч рублей за тонну. Андрей Сизов отмечает, что ключевым фактором повышения цен на пшеницу в рублях явилась девальвация рубля. То есть, если бы рубль не был таким дешевым, то сейчас мы бы не видели ни квот, ни пошлин, ни других мер, которым обратилось правительство, чтобы как-то отвязать внутренний рынок от мирового. Российские кондитеры на прошлой неделе пожаловались на высокую стоимость сахара, пишет газета «Известия». Компании столкнулись с тем, что сахарные заводы не готовы продавать им сахар по фиксированной цене от 36 рублей за килограмм. Напомню, что в декабре торговые сети и сахарные заводы подписали соглашение, согласно которым оптовая цена на сахар должна составлять 36 рублей, а розничная – 46 рублей за килограмм. Однако сахарные заводы не могут продавать сахар по такой цене промышленным производителям кондитерских изделий в России. Так, например, Ассоциация предприятий кондитерской промышленности сообщила, что сахарные заводы предлагают им песок по цене от 39 до 44 рублей за килограмм. По подсчетам Ассоциации «Оскон» сахар подорожал вдвое, и это неминуемо отразится на стоимости готовых кондитерских изделий, поскольку доля сахара в них составляет от 14 до 40%. Цена на кондитерку может вырасти на 6-30%, говорит глава Асконт Вячеслав Лошманкин. Он также отметил, что в первую очередь подорожают продукты с высокой долей сахара – это карамель, мармелад, зефир, пастила и кексы. Пока одни участники рынка требуют жестче взяться за регулирование цен, другие, напротив, просят правительство позволить ценам расти. К этой категории, например, относятся производители куриных яиц, чья продукция подорожала на 20% относительно обычного уровня. Птицефабрики объясняют инфляцию подорожанием зерна, а также витаминов и минеральных добавок. По словам главы Росптицесоюза Галины Бобылевой, к концу 2020 года сырье для производства кормов выросло в цене на 20-60% в зависимости от компонента. Рентабельность бизнеса птицеводческого в результате снизилась на 5-7%. Положение птицеводов усугубляется тем, что по всей стране фиксируются вспышки птичьего гриппа, которые несут предприятиям огромные убытки, ведь птицефабрикам приходится уничтожать и поголовье, и продукцию, и даже комбикорма. Например, с такой проблемой столкнулась крупнейшая в Ростовской области таганрогская птицефабрика. Птичий грипп вынудил это предприятие закрыть производство на несколько месяцев. Российские производители удобрений в 2020 году поставили производственный рекорд, сообщила отраслевая ассоциация РАПУ. По данным этой ассоциации, крупнейшие производители удобрений в 2020 году выпустили 52 миллиона тонн продукции, что примерно на 5% выше, чем годом ранее. При этом сильно вырос и спрос на минералку в России. Было продано 11,5 миллиона тонн минеральных удобрений. Это более чем на 20% выше, чем в 2019 году. Основную долю рынка заняла компания ФосАгро, 24%. За ней следуют Еврохим и Уралхим. Доля этих компаний почти 18 и почти 15% соответственно. Следующий, вернее, этот 2021 год также обещает быть успешным для производителей минеральных удобрений, поскольку цены на них на мировом рынке выросли на 10%, на 30% в зависимости от наименования удобрения. Рост экспортных котировок начался в третьем квартале прошлого года и продолжается до сих пор, в основном благодаря высокому спросу стран Азии и Латинской Америки. В России удобрения в январе немного подешевели по сравнению с декабрем прошлого года, но остаются дороже, чем в январе 2019 года. Вот какие данные приводит Менсельхоз Ставрополья. За 2020 год активнее всего дорожали амофос, сульфамофос и нитроамофоска. Прибавка в цене по этим удобрениям составила более 20%. Менсельхоз России внес на рассмотрение правительства законопроект, который позволит выплачивать капексы производителям сухого молока. Господдержка будет компенсировать до 25% затрат на создание или модернизацию производственного объекта. В ведомстве отмечают, что сухое молоко, цельное или обезжиренное, является востребованным на мировых биржах молочным продуктом. А вот производство сухого молока в нашей стране страдает. Например, Ассоциация Союзмолоко, которая до этого обращалась в Менсельхоз с просьбой оказать такую поддержку, отмечала, что основные фонды наших производителей изношены более чем на 50%. В Союзмолоко также указывали, что сухое молоко обладает не только большим потенциалом в импортозамещении, но также большим экспортным потенциалом. По традиции закончу выпуск хорошей новостью. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета запатентовали технологию, которая позволяет увеличить срок хранения натуральных кисломолочных продуктов до двух недель. В кефир, сметану, йогурт ученые предлагают добавлять наноструктурированный сухой экстракт одуванчика. По словам завкафедры технологии продуктов питания, экстракт одуванчика позволяет укреплять иммунитет, улучшать состояние людей с подагрой и болезнями почек, а также стимулирует к потере веса. Так что, если вы все еще раздумываете, чем заменить все во обороте пшеницу и подсолнечник, которые теперь обложены пошлинами, то вот, пожалуйста, есть готовое решение – одуванчики. На этом наш выпуск завершен. Желаю всем сохранять бодрость духа. Оставайтесь с нами.